Привет! На связи снова Кот Семён. Напоминаю, что у меня открылась новая группа ВКонтакте. Присоединяйся к другим подписчикам и участвуй в опросах. А ещё там скоро будут конкурсы. Такое просто нельзя пропускать. Сегодня я расскажу тебе о самом большом обитателе океана. Ммм, хотя стоп. О самом большом существе, обитающем и, возможно, обитавшем на нашей планете. Да, мы поговорим о синем ките. Устраивайся поудобнее. Вот он, синий кит. А ещё его называют голубой кит или блювал. От английского блю, синий и ойл, кит. Это морское животное из отряда китообразных. И, как я уже говорил, самое большое современное животное. Длина тела синего кита в среднем составляет 30 метров. И весит этот гигант 150 тонн. А это, на минуточку, 21 тираннозавр. Одно его сердце весит почти тонну. Кроме этого, голубой кит способен издать самый громкий звук из всех живых существ. А некоторым исследователям удавалось зарегистрировать крики синих китов на расстоянии 400 и даже 1600 километров. Послушай, как звучит его голос. Первое научное описание синего кита было сделано 323 года назад. Шотландским ученым Робертом Сибболдом. Поэтому в европейской литературе синий кит частенько упоминается как кит Сибболда. Однако, детальное изучение этого кита началось лишь спустя 200 лет после первого научного описания в 19 веке. В то время, даже ученые, специализирующиеся на китообразных, с трудом представляли себе внешний вид синего кита. Так, в британской книге «Естественная история отряда китообразных» 1834 года, его изобразили совершенно неправильно. Самое время поговорить о внешнем виде этой громадины. Поехали! Синий кит имеет вытянутое и стройное тело, а еще огромную голову, составляющую около 27% длины туловища. В задней части его головы находится так называемое дыхало, своего рода ноздри. При выдохе синий кит выпускает фонтан воды, который в высоту может достигать 10 метров. Также на голове перед дыхалом расположен гребень, который называется «волнолом». Челюсть блювала снабжена большим количеством продольных полос. И это не просто так. Они позволяют киту совершать маневры под водой, а также помогают глотке кита сильно растягиваться при заглатывании большого объема воды с кормом. Раз заговорили о корме, значит время рассказать и о питании. Да, синий кит питается в основном планктоном и мелкими рачками, так называемым крилем. Рыба же в рацион синего кита не входит. И, как утверждают ученые, если и попадает в пасть кита, то совершенно случайно. Кормятся они точно так же, как и остальные киты-полосатики. Мерно плывет, открывая пасть и набирая в нее воду с огромным количеством мелких ракообразных. После этого пасть захлопывается, и кит, используя язык, выжимает воду обратно. При этом, вся добыча остается в пасте кита, благодаря китовому усу. Специальному приспособлению, помогающему фильтровать воду, оставляя криль в пасте. Из-за своих огромных размеров, кит вынужден потреблять огромное количество пищи. По разным данным, от 3 до 8 тонн ежедневно. В целом, синий кит, проявляет склонность к одиночеству в большей степени. Хотя, иногда киты, образуют немногочисленные группы, по 2-3 особи. Лишь в местах, с обильным количеством корма, они могут образовывать более крупные скопления. Но, даже в таких группах, киты держатся разрозненно. Ну что, давай подведем итог. Синий кит, он же Блю Вау. Длина тела до 33 метров. Вес до 150 тонн. Среда обитания. Мировой океан. От Арктики до Антарктики. Рацион, планктон и ракообразные, именуемые Криль. Продолжительность жизни от 40 до 100 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Напиши мне, а ты хотел бы вживую увидеть синего кита? Смотри другие познавательные видосы и не забудь подписаться на канал. А в комментариях оставляй свои пожелания для следующих видео. И помни, теперь ты знаешь больше. Субтитры создавал DimaTorzok